Прокуйбышев с любовью это не просто картины, снимки и одежда, которую носили модницы 20-го столетия. Это огромная, интересная, атмосферная и, к сожалению, для некоторых уже ушедшая эпоха. Экспозиция начинается с работы с коллекции музея, детских рисунков 80-х годов, большая часть которых выполнена в изо студии при областном доме работников просвещения. В этих произведениях время узнается безошибочно. Здесь не только сюжеты и герои, среди которых пионеры октябрята, папы-геологи и первые учительницы. У работ своя особенная материальная ценность. Почти все из них нарисованы на оборотных сторонах чертежей и обоев самыми простыми красками, которые в то время удавалось приобрести. В этом же зале небольшой фрагмент интерьера с предметами быта и мебели, которые использовались в 60-х-80-х годах 20-го века. Темы детства продолжают советские детские игрушки и педальные машинки из частной коллекции. Посетители в восторге. Это тот период, в то время, та эпоха, которая живет в моем сердце. Это мамины плакончики и бабушкины, которые были на полочках. Это чудные купленовые платья. Когда было возможно все. И поймать жар-птицу, и вырвать ее перо, исполнить любое желание. Дотянуться до полочки с пудреницей. Это настолько было потрясающе интересно. Каминный зал представляет собой город и горожанок. На стенах куйбышевские фотографии из регионального госархива социально-политической истории. Вместе с этими кадрами в зале выставлена работа известного самарского фотохудожника Владимира Емица. На них можно увидеть личный взгляд и привязанности автора. Стиляк, друзей и подружек в модных платьях «Нью-Лук». Но самое любимое сердцу, говорит фотограф, вот это. Букет ромашек от Владимира Емица. Одна из первых его работ. У нее воздух есть. Атмосфера. Какая-то вот такая теплота, какая-то сердечность, я не знаю. На снимках известные актрисы театра драмы, кондитеры шоколадной фабрики, очереди за квасом, что в советское время считалось привычным делом. В каждом кадре своя изюминка. Посетители с ностальгией вспоминают прошлое. К примеру, на этой фотографии председатель общественной палаты региона Виктор Сойфер узнал свою супругу, отметив, что тогда еще и не был с ней знаком. Это был 61-й год, а мы познакомились в 63-м. Я смотрю на тот город и вижу в нем, конечно, уют, в общем, заботу о людях. Когда начали люди переезжать из бараков в новые дома, вот эти стройки, субботники там тут показаны. Все это было, было на моей памяти. В окружении фотографий, платья и аксессуары из коллекции Ольги Казак. 11 образцов, повседневные и ультрамодные, которые показывают, как менялись фасоны и ткани, и что предпочитали носить модницы. В одном из малых залов более 40 графических листов блестящего художника-графика Александра Любимова. Часть выставки – это живописи с коллекцией Сергея Рудняева. Этюды 50-х, 80-х годов, преимущественно лирические пейзажи. Художники представлены в этом зале цвет Куйбышевской школы живописи. Геннадий Филатов, Марк Петров, Иван Комиссаров, Николай Шейн и многие другие. Коллекционер Сергей Рудняев отмечает, что изюминка этой выставки – любовь к городу. Сначала идет любовь, а уже потом изучаешь, а почему я это люблю, вот это, почему я люблю, за что я люблю наш город, наш Самару, наш Куйбышев, наш опять Самара. Только за то, что он непредсказуемый, красивый, но одним словом любимый. Ведь когда человека любишь, не пытаешься его по частям разбирать. Вот это люблю, это не люблю. Люблю и все. Для тех, кому интересен процесс оптической печати, в подвале музея оборудована красная комната. Здесь рассказывают и показывают, как в советское время до появления цифровых технологий делались фотографии. В будущем в этом зале можно будет увидеть фототехнику второй половины 20 века. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Ольга Павлова, Константин Головин.